Когда взъем тянете, ваша боль вообще перекрывает любую боль за любого человека. У вас сейчас стопа болит, а не завтра. Поэтому человек на занятиях у нас многие ходят, чтобы переключиться в заморочек будний. Потому что в моменте ты ни о чем вообще не думаешь. С одной стороны ты устал, с другой стороны ты отдохнул наконец, чтобы голова была свободная, пока ты занимался своим телом. Все, я поняла смысл. Занимаешься, чтобы голова была свободной. Именно. И пока голова свободна, у вас моторика устраивать рабочее место, чтобы не эмоционировать. Потому что когда вы занимаетесь, у вас будут эмоции, будет что-то не получаться, будете эмоционировать, эти эмоции будете прорабатывать. Как? В движении. Это упражнение получилось, другое получится. И у вас получается база упражнений, которые получаются, база упражнений, которые не получаются. И та химия, и эта химия есть. И такие эмоции, и мозги победы есть, когда получилось эмоции, и поражение, когда не получилось. И вы учитесь эмоциональный фон сами строить. Ага. И вы начинаете его регулировать. Не жертвой эмоционального фона, что меня накрыло, да, а вы управлять начинаете. Ага. И тогда приходит смысл, а зачем мне это вообще надо? И тогда получается смысл жизни вы воспитываете. От смысл упражнений приходит к смысл ваших отношений, от смысл отношений приходит к смысл жизни. И тогда, когда вы носите смысл жизни, тогда к вам дети придут, чтобы спросить, мама, в чем смысл жизни? А когда ваш смысл жизни ребенок, он никогда к вам не придет. А вы будете за ним бегать. А он будет искать смысл жизни у других людей, у чужих родителей. И вы всегда будете чувствовать себя обделенными, бегая за ним, бегать от вас. И это бесконечная картина, которая с поколения в поколение покоряет.